Скайлер Уайт в это время, пока младенец занят влажными мечтами о бабе Магните, Скайлер приносит чек на оплату. И сообщает мужу, говорит, дорогой, то, что мы платим за лечение Хэнка Шройдера, это очень хорошо, но деньги должны быть чистыми, потому что непонятно откуда мы их-то берем. Кстати, да, вот ты только что получал 43 тысячи долларов, и сейчас оплачиваешь там лечение за мульон мульонов. Спокойно. Этим занимается специалист, сообщает Уолтер Уайт, намекает на адвоката Соло Гудмана. Что же нас сразу спрашивать, потому что она по образованию бухгалтер, и кое-что понимает про это все. Говорит, так-так, а какая у него квалификация? Он говорит, он очень сильно разбирается. Нет, давай-ка ты меня познакомь. Ну и все, вот они уже на следующий день, они уже в адвокации конторе Соло Гудмана разговаривают о том, как бабки будут мыть. Я даже не будучи причастным сижу и потею от ужаса просто. Блин, что это такое? Так. А Соло Гудман тут тоже, конечно, сказал, что... Ну, во-первых, говорит, отмыв денег это... Спокойно. Я бухгалтер. Я знаю, что такое отмыв денег. Хорошо. Тогда мы вот буквально еще чуть-чуть, и мы всему миру сможем объявить, что мистер Уайт, счастливый хозяин, лазер тага. Фига себе. Говорит, 600 квадратных метров отвязного удовольствия. И, говорит, можно в детей пострелять. Очень приятно. Очень приятно. Хорошая аттракционка. Скайлер такая говорит. А как, стесняюсь спросить, мы объясним людям, почему Уолтер деньги, которые он якобы выиграл, вложил внезапно в лазер таг, и тут Гудман выдает одну из лучших фраз сериала. Говорит. Как? Почему? Уолт ученый. Все ученые любят лазер. Молодец. На что, конечно, Скайлер резко отрицательно ко всему этому относится. Сол предлагает унять свою бабу, в конце концов, тут мы сами как-то решим. Ты что из, сучкин, намордник, накинь, так должно было прозвучать. Как это у нас принято. Да. Тут, кстати, интересно. Вот у нас США, как мы знаем, это какая там минута любителей считать, когда мы начинаем говорить про коммунизм? Засекайте. Вот США – это, безусловно, проекция рая на земле, там все сообразно, благолепно и все такое. Вот если рядовые граждане испытывают настолько чудовищные трудности с отмыванием денег, оттуда наши ничего не позаимствовали, нет, вот из этого бдительного наблюдения за гражданами, откуда у тебя деньги и на что ты их тратишь? Совершенно очевидно, что это же какая-то суровейшая государственная система, АРС. Наблюдение за движением бабла – нет, у нас ничего нет такого. Это даже еще до коррупционеров каких-то не дошли, где действительно воруют как следует. Интересно. Очень интересно. Это вообще в этом отношении сериал-то страшно показательный, потому что там, ну если не в каждой второй, то в каждой третьей серии все время говорят о том, что мы будем делать с нашими наркобабками, все время, хотя-то по большому счету, вот так, если уж так, совсем по большому счету, ну чего там этот Уолтер Уайт себе вымутил? Ну конечно для рядового гражданина деньги абсолютно страшные, но при этом там рядом есть люди, которые туда-сюда проворачивают, туда миллиард, сюда миллиард, я уверен, что они далеко не все совсем чистые, честные. Естественно. Потому, что когда тут показали в прошлом годе исследование Гарвардское по поводу того, сколько у кого в США денег, кто сколько считает, что было бы справедливым денег и как оно по-настоящему есть, ну там, когда последние полпроцента населения имеют денег столько, что они не помещаются в диаграмму, или если их этот столб денег в диаграмму ужать, не видно всех остальных, то есть, Вот это я понимаю. Вот. Откуда эти деньги у них взялись изначально, ну не у них, а у их семей, понятно дело, торговля наркотиками, торговля оружием, торговля рабами, потом все это еще раз по кругу, ну понятно, что они там... Не нужно тут быть ни юристом, ни кем еще, ни сотрудникам спецслужащих поступает, что это деньги незаконные. Ну, то есть, по сравнению с ними, у Уолтера Уайта просто не существует. Даже не вошь. Да. Его просто на диаграмме видно не будет. Хотя, ладно, с его полутора миллионами, тремя миллионами чуть-чуть будет видно вот тут, где-то вот так вот. Потому, что когда у человека там состояние 80-60 миллиардов, это что? Какие-то деньги непредставимые. Это у него деньги, как целый страны у него денег у одного. Так вот. А, да. Как помнишь, когда Марк Цукерберг, когда все было у Фейсбука замечательно хорошо, и он был прямо на адском подъеме, предлагал государственный долг Испании выкупить. Ничего себе. Я только одного знаю, такого Пабло Эскобара, который предлагал выплатить внешний долг Колумбии. Да. Ну, вот Цукерберг хотел себе просто Испанию прикупить. На всякий случай. Ну, мало ли. Пригодится. Обалдеть. Да. И при этом вот эти граждане вынуждены как-то прятаться, а эти, которые там миллиарды туда-сюда водят, как они-то прячутся? Непонятно. Хотя, я думаю, что они не прячутся. У них, видимо, просто налоговая куплена целиком. Вся. Видимо, она не куплена, а какие-то телодвижения предпринимаются. Ну, у них же там все время эти… все институт лоббирования, например. То есть, коррупция переведена просто в официальную форму. Занесите мне лимон баксов, я буду ваши интересы защищать. Можно у нас такое в Думе представить? Ну, понятно, что заносят, но сделать это официально вы совсем бы рехнулись, блин. И есть всяческие эти налоговые послабления. Построй домик в университете, тебе сразу налоги срежут. Построй больницу, и тут срежут. Ну, наверное, как-то это… Это же не просто так. Сол Гудман – это он в сериале один такой. А так таких Солов-то там… Естественно. …батальонами просто. И все знают какие-то крысиные ходы. Как вот тут обойти, обскакать. Ну, хотя бы как-то косты срезать. Да. Ну, там много познавательного, словом, я увидел, когда этот сериал смотрел.